У каждой из нас есть свое представление, сколько косметики нам необходимо. Сегодня мы с вами получимся составлять базовый бьюти-сет для ежедневного применения и правильно использовать косметические средства. Визажист, бьюти-стилист и блогер Мария Никитенко рекомендует начать базовый подбор косметики с ухода за лицом. В первую очередь пригодится двухфазное средство для снятия макияжа – пенка или гель для умывания, тоник для восстановления пиаш кожи, увлажняющий или питательный крем для лица. Обычно на все лицо достаточно вот такого количества. Мы его разогреваем в ладонях, вдыхаем аромат и по массажным линиям от центра в стороны наносим. Лицо у нас начинается здесь и заканчивается вот здесь. Поэтому мы все это количество наносим на все лицо, шею, зону, декольте. Выбор декоративной косметики зависит от наших индивидуальных особенностей и предпочтений, но несколько базовых предметов лучше всегда держать под рукой, чтобы легко сделать утренний макияж или освежить его в течение дня и для вечернего выхода. Обязательно заведите в косметичке матирующие салфетки для удаления излишков жира с поверхности кожи. Далее понадобится консилер или любое матирующее средство. Причем малой капли консилера будет достаточно на все лицо, не забывая про уши и шею. И за шлифовывающими движениями прорабатываю те зоны, которые нужно проработать. Это обычно крылышки носа. Мы часто забываем вот эту зону прорабатывать. Зона под глазами. Мы не наносим тон на зону полностью под глазами. Мы наносим только туда, куда это нужно. А нужно обычно, это одна полоска. Если вдруг скаталось у нас, да, тональное средство, все равно это поверхностное. Оно вот скаталось. Мы вот так вот берем пальчик, разогреваем и распределяем. Зафиксируем тон рассыпчатой или компактной пудрой. Прорабатываем, наполняем кисть пудрой. Мы прямо ее наполняем. И начинаем, легко касаясь от центра в сторону. Я всегда котик лапкой. Как котик лапкой. Очень приятные ощущения. Легкими движениями придаем свежий и сияющий вид кожи с помощью бронзера. Наносим бронзер и навеки, по диагонали уводя в висок. Добавим красок и подчеркнем черты лица румянами. Куда мы наносим румяна? Говорят нам обычно как. Улыбнитесь, яблочки щек нанесли. Но когда мы улыбнулись, яблочки щек у нас тут. А когда перестали опускаться, куда они делись? Сползли. И в результате мы опускаем лицо. Поэтому проще всего посмотреть на себя в зеркало и немножко повернуться. И мы вбок увидим ту наиболее выступающую точку. Тени на верхнем и нижнем веке сделают глаза больше и выразительнее. И завершит освежающий мейкап помада. Тоже особенности выбора помады. Если мы в магазине тестируем, лучше наносить на подушечки пальцев. Потому что оттенок кожи на подушечках и текстура совпадает с кожей губ. И мы нанеся, мы можем почувствовать, как вообще будет помада лежать. А еще очень легко подойти потом к зеркалу и приложить губам эти пальцы. И выбрать тот оттенок помады, который подходит. Следуя глобальной тенденции разумного потребления, такая основа позволит совершать разумный выбор и последовательно заботиться о своей красоте.